Здравствуйте! Приветствую вас на канале Евгена Роста. И специально для ВЭК мы продолжаем изучать Fusion 360. В прошлом видео мы нарисовали с вами карандашик. А сейчас давайте нарисуем подставку для карандаша. Такой стаканчик некоторый. Хочу показать очень, на мой взгляд, интересный способ создания необычной формы. Итак, приступим. Создадим эскиз на виде сверху. Используем инструмент Polygon. По умолчанию он обычно шестиугольник дает. С радиусом 50 мы нарисуем вот такой шестиугольник. Нажмем Stop Sketch. И в вкладке Construct мы выберем инструмент, который называется Offset Plane. Смещенная плоскость. Выберем поверхность нашего эскиза. И введем здесь 20 мм. Нажмем ОК. То есть мы на расстоянии 20 мм от плоскости нашего эскиза создали еще одну плоскость. Видим, что вот теперь в браузере у нас появилась дополнительная вкладочка, которая называется Construction. Когда мы наводим на Plane 1, мы видим, что подсвечивается наша поверхность. Кликнем по ней правой клавишей мыши. Нажмем Create. Create Sketch. И также используем инструмент Polygon. Мы с точкой привязки к центру. И вторая точка привязки вот сюда в уголочек. А очень важно соблюдать правильное позиционирование. То есть точка привязки не появится, если у нас не будет четко выбран вид сверху. Выбрали вид сверху. И вот с этой точкой привязки к этому уголку мы закончили построение нашего эскиза. Нажмем с вами Stop Sketch. Появилось вот таких два отлетающих друг над другом эскиза. Теперь мы используем инструмент Loft, который находится во вкладке Create. Выберем его. Выберем первый эскиз и второй эскиз. Нажмем ОК. Появилась вот такая вот необычная фигурка. Теперь мы применим инструмент, который называется Mirror. Вот здесь во вкладке Create. Не путать с инструментом Mirror, который находится во вкладке Sketch. Он работает только для двухмерных элементов. Этот инструмент Mirror, который находится во вкладке Create, работает уже с трехмерными телами. Итак, выберем его. Вот здесь в Pattern Type мы выберем Barres, если у вас автоматически это не включилось. Кликнем на наше тело. И теперь нам необходимо выбрать поверхность, относительно которой мы будем отзеркаливать наше тело. Выберем это. Диалоговый элемент. И выберем верхнюю поверхность нашего трехмерного тела. Нажмем ОК. И видим, что у нас появилось вот такое вот интересное тело. Давайте выберем во вкладке Modify инструмент, который называется Combine. Выберем первое тело, второе. И с помощью операции Join мы их объединим в одно тело. Теперь мы можем кликнуть правой клавишей мыши по нашему телу. Нажимать Move and Copy. Здесь вот поставить галочку Create Copy. И поднять все это на 40 мм. Нажмем ОК. И для этого тела повторим операцию. Копирование. И поднимем это на 40 мм. Нажмем ОК. Во вкладке Modify вызовем опять инструмент, который называется Combine объединить. И объединим уже три наше тела в одно. У нас появилось с вами одно тело. Мы можем прямо сейчас использовать инструмент Shell. Верхнюю грань. И задать, например, 2 мм. У стенки. Нажать ОК. В принципе, уже такое достаточно интересное тело у нас с вами получилось. Но вот эти вот очень острые углы немножечко режут глаз. Поэтому я предлагаю все-таки вернуться назад. И выбрать инструмент, который называется Roll Fillet. И прокликать все вот эти вот. Здесь обязательно нужно стоять. То есть если здесь стоит значение какое-то циферное. А дополнительную поверхность мы выбрать не можем. Поэтому если у вас произошло так же, как у меня. Вводим здесь значение 0. И продолжаем выбирать поверхности. Я предлагаю вам выбирать все поверхности, кроме вот этих вот крайних сверху. Иначе потом будет не получится применить операцию Shell. Не знаю, почему так происходит. Но вот. Вот так вот прокликиваем все это. Мне очень понравился эффект, который получается, если мы применяем здесь скругление в 5 миллиметров. Вводим значение 5 миллиметров. Нажимаем ОК. И видим, как очень сильно сгладились и наши углы. Теперь мы в вкладке также Modify выберем инструмент, который называется Fillet. И выберем вот эти вот оставшиеся рёбрышки. Вот так вот выберем их. Да, мы выберем 6 рёбрышек. И также зададим размер 5 миллиметров. Нажмем ОК. А вот теперь к этому элементу, к этому телу, мы можем применить операцию Shell. Убираем. Поверхность. Давайте покажу. Мы не можем, к сожалению, выбрать вот эту поверхность для данной операции Shell. А вот этот элемент мы можем. Соответственно, если бы мы применили Roll Fillet и получили бы здесь такие же скругления, у нас не получилось бы применить инструмент Shell. А вот в данном случае у нас это получится, когда вот здесь скруглений нет. Пусть будет у нас 4 миллиметра от толщиной стенки. Да, вот применилась эта операция. Нажмем ОК. Угу. Вызовем теперь инструмент, который называется Fillet. Выберем внутреннюю кромку. Внешнюю. И зададим 2 миллиметра, например. Нажмем ОК. Хорошо. Теперь получилось вот так вот интересное тело. С такими очень плавными переходами. Теперь давайте перейдем в рабочее пространство. Рендер. Видим, как интересно вот так вот ложатся тени. И давайте перейдем во вкладку Appearance и зададим материал. Здесь вот в пластик есть. Ну вот, АПАКЮ. Мне, например, нравится вот такой вот красненький цвет. Я вот его прям сюда перекидываю. Закрою инструменты. И запущу локальный рендер. И посмотрю, что получится. Вот так вот приближу все это. Нужно немножечко подождать. И мы, в принципе, видим, что вырисовываются такой очень-очень интересные такие переходы. Очень такие красочные, сочные отражения. Очень интересный получился эффект. Буквально в пару кликов. Данное видео мы сейчас заканчиваем. В следующем видео мы разместим данный стаканчик уже на столе. И поместим в него наши карандаши. Пока что спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пока-пока.